Девушки отдыхают В середине фестиваля многие институты уже показали свою конкурсную программу, остальные еще готовятся. Интересно узнать мнение нашего эксперта, фотографа Никиты Тахтасинова о прошедшей части. В середине фестиваля, как обычно по традиции, мы берем интервью главного фотографа студенческой весны 2017 у человека, который делает твои аватарки, Никиты Тахтасинов. Никита, тебе привет. Привет. Как дела, как настроение? Нормально, хорошо, все круто. Хорошо, давай попробуем подвести предварительные итоги студенческой весны. Уже прошло 4 дня, сегодня 5-й. Что можешь сказать по прошедшим дням? Оправдания ожидались. Как и планировалось, то, что все институты подтянули свою программу, концерты стали намного лучше, интереснее, конвай чище, номера более оточенные, и это радует. Хорошо. По отдельным институтам, точнее, какие институты ты хотел бы выделить? Может, кто-то больше удивил, кто-то меньше удивил? Ну, исходя из тех, кто уже был, я бы, на самом деле, выделил и в МИП, потому что они показали очень сильную театральную постановку, размешав их сильными, оточенными танцевальными номерами, хорошим вокалом. Это было прям мощно. Геофак, геофак очень хорошо потянул свою программу в целом, и это очень радует. Что еще могу сказать? По счету геофака можно сказать, что Шурыгина немного помогла. Ну да, Шурыгина зашла. Шурыгина всегда заходит. В нужный момент. В нужный момент, да. Готовимся узреть пятый конкурсный день фестиваля. Сегодня на сцене Институт физики и Институт международных отношений, истории и востоковедения. Заходим за кулисы и находим там человека-оркестра Газиза. Что он там забыл, сейчас узнаем. Сейчас рядом со мной стоит звезда, самая настоящая Казанская федеральная университета и деревня универсиады в частности. Газиз Ефаров. Газиз, тебе большое привет. Это великий барабанщик Казанского федерального университета. Газиз, я знаю то, что вчера ты выступал. Что сегодня ты здесь будешь делать? То самое играть на ударных, как говорится, как всегда. Именно на ударных, не на кахонах и на других? Нет, на установочке вот на той, которая за вот этой вот ширмой спрятана. Хорошо. Насколько я знаю, ты нам в прошлом выпуске сказал, что у тебя была полная импровизация. Сегодня как? Сегодня полностью полная подготовка. Полная подготовка. Ты готов на 100%? Да. Номер у МОИ будет просто бомбой. Вообще крутой номер будет. Ты только за МОИ выступаешь или что? И за ФИСФАК тоже. Ага. А, подожди. Вот сразу вопрос, вопрос. Ты говоришь, что номер у МОИ будет бомба. Тогда ты, получается, на ФИСФАКе будешь не в полную силу выкладываться или что? Как получается? Что просили, то и буду делать. Ага. А что тебя просили? Просто играть. Играть? Да. Институт физики решил на этот раз прогуляться по времени. Наглядное пособие, как отправиться в прошлое и там уже изменить свое будущее. А меняется там практически все. Кроме Юры Зонина. Правда, Юра? Юра оценил, значит, все нормально. И, честно говоря, программа выдалась достаточно хорошей. Много советских песен, много драйва и легкая нотка ностальгии по 1977 году. Ты шла в друге, ты шла в друге. Все, что жили, я все меня. Все. Институт международных отношений истории Востоковедни решил сделать канву по мотивам фильма Гая Ричи. Все составляющие соблюдены. Главный герой с большой проблемой, его друг, зависимый от боевиков, и главный антагонист-мажорка, который к деньги гребет лопатой. Да тут непонятно, вообще сейчас перемешалось. Я вообще не знаю, что тут все понятно, ребят. Интересная канва, которая могла конкурировать с институтом физики. А что по этому поводу думает наш очередной эксперт Вагис Аюпов? Закончить сегодняшнюю программу хочется словами великого критика нашего любимого кучерявого Вагиса Аюпову. Добрый вечер. Да, привет, привет. Ну что ж, ты, насколько я знаю, отсидел все-таки все концерты. Ну да, сегодня да. И физиков посмотрел, и МО посмотрел. Мне понравились декорации, это очень прям, они все крутые. Я рассматриваю и МО, и МОИВ как главный конкурент, потому что мы ставим эконом, и МОИВ тоже большая группа, мы все большая группа, и мы поэтому конкурируем больше всего. Хотя мы и друзья, но при этом у нас есть конкуренция, самое главное. Мне в принципе понравилось, честно, ровно, ровно, ровно. Мне не хватило каких-то прям вспышек, чтобы прям захлоп был, прям я, чтобы смеялся очень сильно. Было все хорошо, ровно, нормально, нормально, но хотелось прям, чтобы прям бау, бау, чтобы прям я очень много смеялся, либо очень много сильно хлопал, чтобы зал встал в конце. Хорошо, ты специально так говоришь, чтобы тебе потом физики и имошники не писали, типа, ай-яй-яй, Вагис, какой плохой. Ну, соответственно, другими словами. На прошлом, в прошлом сезоне вашего шоу, я вот наговорил уже всего, да, мне вставляли нулей, поэтому я говорю, что все нормально. Но нет, нет, честно, честно, неплохо, неплохо. Пятый день фестиваля выдался действительно веселым и полон шуток, да, Юра? Сочная канва, шикарные песни, веселый Юра и красивые танцы. И на этом пятый день фестиваля подходит к концу. Большое спасибо всем выступающим за сегодняшний прекрасный день. Большое спасибо Физфаку за то, что показали нам, как можно путешествовать в будущее и в прошлое. И большое спасибо ему, что показали такой гастерский нормальный фильмец, которого, к сожалению, наши русские снять не могут. На этом все. Для вас эту программу вел Роман Плинсков. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылку ты сейчас видишь на экране. А также все наши выпуски ты можешь отсмотреть на этом прекраснейшем телеканале, как Универ ТВ. Большое спасибо. И еще увидимся. Осталось совсем немного, но ты посмотри обязательно все наши следующие выпуски. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok